Пенсионный возраст Ранее о необходимости повышения пенсионного возраста, напомним, говорил и министр финансов Алексей Кудрин, которого, кстати, опровергал президент Кудрин тоже много лет об этом говорит Да, помнение у Кудрина повышение пенсионного возраста это единственное возможное решение с точки зрения экономики Ну вот так ли это, будет ли все-таки повышен возраст выхода на пенсию, можно ли избежать этого решения, как мы видим во Франции не смогли избежать, но в общем не так уж гладко все прошло И не хотели, да Обсудим это с экспертом, у нас на линии прямой связи Тепутат Государственной Думы Оксана Дмитриева Оксана Генриховна, здравствуйте Добрый вечер, друзья Ну вот на данный момент в пенсионном фонде дыра объемом в 1 триллион С января повышаются взносы в пенсионный фонд Повышение налогов компенсирует дыру в бюджете фонда И вот почему его так недостаточно? Откуда такая дырка? Первая, ну дыра в первых не триллиона, а полтора триллиона Образовалась она по двум причинам Первая причина это переход к накопительной системе И эффект двойного времени Когда-когда нужно выплачивать одновременно пенсию нынешним пенсионерам А более молодые поколения накапливают себе на пенсию И эти деньги не идут на выплату текущих пенсий И вторая причина это регрессивная шкала по налогообложению Тогда, когда налогом облагается заработная плата Ну вот до 34 тысяч рублей в месяц Со следующего года до 37 тысяч рублей в месяц И вот эти как бы две основные причины Поэтому, на мой взгляд, бороться за открытием дырой Нужно ликвидировать вот эти две причины Ну а бороться вот с повышением пенсионного возраста можно? Ну пенсионный возраст вообще нет никаких оснований Пример с Франции Если мы хотим быть такие, как во Франции После повышения пенсионного возраста до 62 лет Ну а разве возможно у нас развитие по тому же сценарию, что и во Франции? Разве есть у нас такой протестный потенциал? Дайте мне как бы-то говорить Если мы хотим быть такими, как во Франции То у нас тогда мужчины должны выходить на пенсию в 46 лет А не в 60 И не в 62 Потому что во Франции мужчины живут 77 лет То есть фактически на 15 лет больше чем Ну 15 с половиной Больше чем у нас А женщины живут 84 года На 10 лет больше чем у нас Поэтому здесь Ну как-то совершенно Несопоставимая ситуация То есть мы тогда Означают, что мы повышаем Пенсионный возраст выше, чем ожидаемая Продолжительность жизни Теперь к чему это приведет? Ну во-первых, фискального эффекта это не даст Потому что для того, чтобы мы получили хоть какой-то значимый эффект Фискальный Он может достигнуть Мы его можем достигнуть только на пятый год И то если пенсионный возраст То он как бы повышается резко, сильно и намного То есть лет на пять И то это будет значимый эффект только через пять лет А во-вторых, мы даже с экономической точки зрения Рабочих мест у нас больше не будет Рабочих мест больше не будет И работающих больше не будет У нас просто нет больше рабочих мест Поэтому если пенсионеров заставить работать Ну людей пенсионного возраста Они не будут уходить на пенсию Они просто займут эти места для молодых И у нас как бы вот эти люди перейдут Частично пенсионеры будут оформлять пенсию по инвалидности А молодым мы будем платить посуду Это безработица Спасибо Оксана Генриховна С нами на прямой связи была Оксана Дмитриева, депутат Государственной Думы Вот мы вместе пытались понять Возможно ли повышение пенсионного возраста в России На чем так много лет настаивает Алексей Губерин Хотят ли действительно этого власти Потому что пока никакой ясности нет И все-таки есть опасения Что и в России точно так же могут негативно воспринять такое решение И даже выйти на улицу может быть Как вы считаете? Значит пункт первый Абсолютно не важно что власти на этот счет говорят Возраст повышать будут Просто потому что в 60-х годах У нас на 10 работающих был один пенсионер И соответственно можно было его содержать Просто за счет отчисления зарплаты Сейчас у нас на 10 работающих 3 пенсионера Ну грубо говоря даже больше Потому что у нас почти 40 миллионов пенсионеров И всего 70 миллионов рабочей силы То есть почти половина Через несколько лет у нас сравняются эти величины То есть я работаю и я половину своей зарплаты Должен отдавать пенсионеру Который у меня за плечами То есть нужна радикальная система пенсионного обеспечения Просто потому что люди живут дольше Молодежи меньше, стариков больше И их надо как-то содержать Поэтому что бы нам ни рассказывали Все равно это будет Вопрос о том, как реагирует народ Я бы говорить не стал Не знаю, как реагирует Но во всяком случае я точно знаю Что на старости лет Если я сам себя не обеспечу От государства я получу фигу без масла Вот знаете, очень хочется задать Один дилетантский вопрос Который всегда, естественно, задается В основном, когда вот такие социальные Остросоциальные вопросы поднимаются Почему обязательно пенсионеров содержат работающие? Понятно, что большую часть пенсии Но все-таки страна богатая той самой нефтью Тем самым газом Все время на митингах кричат Давайте разделим То есть ни в коем случае нельзя таким образом Помогать пенсионеру А как по-другому Все равно вы производите ВВП Валовый внутренний продукт Этот ВВП производится Определенным количеством рабочих рук Значит, на каждого человека приходится Какая-то доля этого ВВП И сколько он производит От этой доли он должен часть отдать Для того, чтобы накормить пенсионеров Понимаете? И если пенсионеров на каждом работающем Слишком много, то он не справляется Соответственно, нужно, чтобы пенсионер Себе на старость накопил денежек И сам себя накормил Вот это и есть смысл Накопительная система Но ведь у нас ни той, ни другой пока нет Так что спорить может сколько угодно Но просто я вижу реальные ограничения В которых находится экономика Если она будет расти Ей будут требоваться рабочие руки А рабочие руки или мигранты, черт возьми Или продолжать заставлять работать стариков Потому что других источников нету Вот тут вся молодежь, которая подрастет Ближайшие 20 лет Она же по головам посчитана в школах Их больше ниоткуда не возьмется Вот с нами еще в студии присутствует Наш экономический обозреватель Игорь Иванов Я бы хотел Игоря спросить Вот как по-твоему Почему министры так стабильно противоречат президенту И президент говорит Нет, не будет повышения А министры гнут свою линию Вот с аппаратной точки зрения Что это может значить? Ну на самом деле повышение пенсионного возраста Я абсолютно согласен Оно совершенно неизбежно И другое дело, что пройдет ли оно При Дмитрии и Медведеве Или уже после него Собственно и... То есть Дмитрий Медведев может быть Не кривит душой, когда говорит, что... Он не будет повышать пенсионный возраст Скоро выбора? Да, и насколько я понимаю Сейчас такая рабочая версия Это повышение пенсионного возраста Поэтапное Сразу после выборов Об этом объявят И постепенно в течение 50 лет Пенсионный возраст будет увеличен Ну вот сейчас такой магистральный вариант Он будет увеличен у женщин на 5 лет до 60 И у мужчин на 2 года до 62 лет Ну и соответственно Все пройдет в период 12-13 по 17-18 год Поэтапно по году за год Спасибо, Игорь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok